Ах, Сочи, столица зимних Олимпийских игр 2014 года, где сборная России одержала триумфальную победу, собрав больше всех золотых медалей. Открытие и закрытие игр в Сочи останутся с нами навсегда, но всё это прошлое. Настоящее Сочи — это неоправданно дорогая земля, не выплаченные многим строителям Олимпийских объектов зарплаты и не окупаемые даже по самым благостным подсчётам в ближайшие десятки лет миллиардные инвестиции в погрязший в коррупции город Краснодарского края. В ста километрах от центра Сочи в Лазаревском власти незаконно сносят дома у жильцов. Жильцов, у которых на эти дома права собственности. И договор аренды земли на 49 лет у жильцов. Уберите детей от мониторов, ругаться будете при просмотре грязное. Очень грязное. Мы основатели этого лодочного кооператива. Её, мой муж строил собственными руками это здание, возводил. Мы переехали на постоянное жительство сюда. Теперь мы остались без жилья. Муж мой умер. У меня дочь и внук мой. Мы получили свидетельство от Верховного суда о собственности. У нас оно есть. Но власти местные почему-то сочли, что оно не имеет сил и подают нас снова на снос. На каком основании мне хотелось бы это узнать. Почему такой беспредел творится здесь, в Лазаревском именно? У нас вот есть свидетельство. У нас вот есть свидетельство. У нас вот. Я оформляла на себя собственность. Вот оно свидетельство моё. И я сделала дарственную на сына. Но продажным судьям наплевать и на сына, и на право собственности. Как и на решение Верховного суда. У нас больше жилья нету. Сегодня должны были прийти нас сносить. Куда я выйду с ребёнком? Просто вот моему ребёнку 10 лет. Он говорит, мам, я живу 10 лет, а у меня уже дом забирают. Куда я выйду с ним? Это специально для тех, кто думает, что у них получится жить так, что преступная власть вас не тронет. Тронет и ещё как тронет. Без крыши над головой останетесь. Так что катится статья 40-ая Конституция о праве на жилище к чертям. Поздравляю. 13, по-моему, декабря, если я не ошибаюсь, 14-го года. Я, получается, здесь на собственность вот этого вот гаража. Всё успокоится хорошо. У меня внучки есть наследство. Будет девочка маленькая, подрастёт что-то. Ничего подобного. В феврале месяце это был не суд, вы поверьте мне на слово. Это был фарс. Я таких судов ещё не видел. Хорошо, что я не вышел в трусах. Расскажите, что было. Я расскажу. Вот я пришёл, сели, мы сидим. Адвокат наш начинает говорить, судья ему говорит, говорить им медленнее. Не успеваем записывать. Раз замечание сделал, адвокат просто у меня манера говорить так вот. Начинает араборист, он говорит, я сейчас вообще штрафую на 2000, а потом вообще выгоню. Мы сидим уже молчим, боимся сказать, что у него хоть слово. Вот он сидит, листает дело, листает дело, листает дело. Представитель администрации. Говорит, у них нет договора аренды. Наш председатель Виктор Васильевич говорит, как нет, у нас есть он там в деле. 49 лет. А судья листает так вот и говорит, я его не нашёл. Я его не нашёл в деле просто, он потерялся куда-то. Вырезали, выкинули, он не нужен им. Наш председатель говорит, я его принесу. Он говорит, да, не надо, заседание сейчас идёт. Вы понимаете, как с нами разговаривать? Как с быдлом. С последним быдлом. Вышел там, руки в корону, говорит, слушайте моё решение. Нет, там, именем Российской Федерации, человек в Мантии. Он-то вышел чуть не в коридоре, говорит, ну всё, всё ясно вам? Идите гуляйте. Придёте такого-то. Как такого-то через две недели, если вы обязаны в течение пяти дней нам дать решение. Я вам сказал, 12 числа придёте. Суд был 22-го. То есть они даже не заботятся о том, чтобы исполнять элементарные нормы ГПК, которые знает студент, сопляк, юрист. Я пошёл за решением через неделю. Мне говорят, нету, вот у него. Я написал заявление. Не помогает. Пошёл второй, написал заявление. Через час мне звонок. А что вы не забираете решение? Оно давно готово. То есть специально делается так, чтобы затянуть время. А когда мы чухнулись, они говорят, а вы уже прокакали, извините за выражение. Вот это вымогательство, как будто у нас в России нет законов. Как можно решение принимает, здесь же, и свои решения отменяют. Это же кошки-мышки, что ли? Это серьёзно. Тем более город Сочи прославляет на всю Россию и весь мир, что тут такое блаженство туда-сюда. Какое блаженство, когда люди, это прошло часть только сюда. В наше время, когда экономическая, будем говорить, обстановка в России довольно напряжённая, люди и так нервные, пенсионеров опять надувают. А в основном, посмотрите, какая публика живёт. А в каждой изделии. Мне 72 года, я 55 лет отработал. За что я работал? Они заставляют нас самих сносить, чтобы мы сами это сносили. То есть, ребят, чтобы вы понимали, речи никакой не идёт о компенсации даже. Это не просто у людей сносят и компенсируют или переселяют куда-то. Просто людям говорят, сносите за свой счёт. И мы у вас что? Заморозим счета. Заморозим счета, которые у людей есть. Уже вот реальный пример. Значит, отменяют решение, своё решение Лазаревский суд отменяет. Мы подали апелляцию в Краевой суд. Как это может быть у нас? Каких-то оснований просто взяли и отмотали? Нет, нет оснований. Мы за всё платим. Оперативно заплачивают. За аренду в год 1,3 млн. Потом примерно за свет где-то 1,5 млн. Примерно где-то за воду 1,3 млн. Это уже какая сумма получается. И плюс ещё налоги мы тоже... Мусор, который совсем пляжа выносится. Это порядка 900 тысяч. Короче, сумма хорошая. Подробнее об идиотских решениях краснодарских судов расскажет известный вам федеральный судья Новиков. Бардак. Просто-напросто это бардак идёт. Я с 70-го года здесь лодку имею. Каждый год у меня выхожу в море, любитель. Вынужден построиться, потому что семья у меня, однокомнатная квартира, три семьи. Значит, я дочка и внучка. У всех семья своя. Я вынужден жить здесь. По очереди я как участник войны считаю приравнённой. Вы узник концлагерей? Пожалуйста, удостоверение. Вот она, читайте. Ага. Вы приравнены к участникам войны? Да, да, да. Два с половиной года я попал в концлагерь. С 70-го года я здесь нахожусь. Вот на каком основании я, пусть в советское время, я 20 лет. В советское время. И после этого 25 лет здесь ещё, уже 40-ка, 45 лет, и меня выгоняют с этого места. Их построили собственными руками. Каждый строил кирпичик, кирпичик. Вот таскали. Вот я женщина таскала. И цемент, и песок. И всё это месило вместе с мужем. И мы здесь всё сами, собственными руками это всё строили. А теперь вот просто, напросто, вот прийти, свалить, и куда хочешь туда иди. Я 40 лет здесь, после дяди Васи, я второй здесь, наверное. Когда мы пришли, здесь грязи, вот так, по колено. Вообще невозможно было к морю подойти. Тропинка была, кодзья. Красоту сделали, молодцы. Мы всё сделали, расчистили, заасфальтировали, канализацию. Всё мы сделали, своими руками, своими деньгами. А сейчас, сейчас нас расширили отсюда. Сейчас используют, коммуникации все есть на месте полностью. Всё есть у нас. Почему нам не дают... Полностью наличие всех коммуникаций, то есть газ, свет, водоснабжение, канализация. Лакомый кусочек Чёрного моря, примерно около одного гектара, чуть меньше, 0,8, находится прямо на побережье. Понятно, заинтересованность чиновника для того, чтобы нас лишить этого куска. Это понятно всё. Приходят приставы, как они обращаются с жильцами, что говорят? ОМОН. По-хамски, по-хамски, с автоматами. По-подробнее расскажите. Ну, это, вот, которая первая, вот это... Закручивали руки? Охримова. Закручивали, прямо не подходи, толкают. А, то есть вот это вот... Грубо, очень грубо. Нельзя сидеть в доме, они вас оттуда вытащат? Нет. Там люди сидели в доме, но они просто приходят, начинают болгаркой, могут. И начинают ворота ломать, и пошёл. А раз ломали болгаркой, ну чё там. То есть не стесняются применять силу к жильцам? Нет, 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 это... Это я могу сказать, вот, передача была, речник, в Москве. Вот, практически, ОМОН с автоматами, группа этих, всё, вот результат, пожалуйста. Мы тут ничего не могли делать. Нас тут пинали, пихали, вот туда кидали, всё, щитом стояли. Мы хотели дорогу перекрыть, всё это дело. Результат, пожалуйста, прислали, прислали ночью. Мы разошлись, люди там туда, кто живут. Приехали ночью, и начали тут полный рост. Опять, кто в чём, давай сюда. Но это что, это обращение? Они ещё нападают ночью, когда надеются, что все спят. Все спят, да. И давай шуровать. Молодцы, на стариков, молодцы. Понимаете, как вот, это что за издевательство? Дело ещё в том, что пресса наша местная, которая тут освещала все эти действия ОМОНа и прочее, нигде ничего не показали, ничего не рассказали, какой тут был, чуть ли не бой был. Понимаете, чуть ли не в рукопашную. Вот такими быками, вот как я стою, вот как вот этот дядя, ещё выше его. Вот такой смотрит на меня, и я тебе говорю, сейчас как дам, ты полетишь. И он действительно, я как толканул, а сзади её отец больной стоял. Я на него и завалил его нафиг. Вот этот бычок с автоматом стоит. Вот так мы воевали. И вот сейчас продолжаем мы воевать. А когда ублюдские способы вынести жильцов ночью из их домов не помогают, стариков и инвалидов с детьми берут в осаду, отключают свет, газ и воду. Я лично видел бумагу, которую прислали в водоканал, приставы, что нам, вот таким-то членам кооператива, отрубить воду. На каком основании, я не понимаю. Я, как член кооператива, заключил договор в лице председателя, с кооперативом, на потребление воды. Платите за неё? Вы систематически, ни копеечки, уже снять все квитанции на месте. Вдруг дают команду, отключите её. За что, я не понимаю. А чего тут понимать? Когда против жильцов в России воюет администрация города, палачи средневековья отдыхают. Поставлена цель, взятки уплачены, и землю с домами у жильцов отжать нужно. Как отжать, никого не волнует. Да хоть убивайте. Было 100 человек комиссий, сам мэр города приезжал. Вот наши люди пошли, человек 10. Их туда не пустили вообще и близко. Сказали, ребята, вы не записались, валите и никого не дождались. Всех выгнали нафиг. Вот так у нас принимают здесь. А что, извините, а что Пахомов будет принимать? Если Пахомов подписывает письмо, апелляцию, апелляцию Краснодар подписал. Но он же не будет сам отменять свое решение. Конечно, конечно. Это, естественно, согласие. Чего согласие? Это находится в Лазаревском районе. Значит, администрация Лазаревского района там и так далее. То есть, ребята, изначально исполнительная власть творит, что хочет. Это нужно обжаловать через суд. Но суд что делает? Не дают. Они говорят, мы хоть сто раз вы выиграете, они будут опять же, администрация Сочи будет подавать на нас снова, и мы будем снова судиться. Это вечная будет война у нас. Суды по одним и тем же признакам, то есть по одним и тем же параметрам, по одним гаражам приняли положительные решения, которые остаются до сих пор в силе. По другим принимают полностью противоположные решения. А вот дома других членов кооператива, у которых сносить ничего не будут. Со стеклянным лифтом дом председателя того самого суда. А вот эта вилла – дом одного из сотрудников местного ОБЭП. Если у него есть закон, он должен быть для всех одинаковый. А не так, что для него закон вот так вот работает, а для дяди Васи, а для дяди Васи, да нафиг он нам нужен дяди Васи. Пенсионерам в жизни осталось два понедельника. И денег у него нет, с него взять нечего. Самоволки под бульдозер. Да. А какие же мы самоволки, если они все видят, ничего нам не... Это, в общем, сейчас мода такая, действительно, чтобы что-то снести, надо придумать, что это самовольная постройка. А где были люди, когда люди это строили, получали право на собственность? 20 лет назад, как я спросил у судьи, а где они... Администрация 20 лет назад была, когда мы начинали это строить. Почему у нас не снести, разобретили, ребята, хватит. А он говорит, судья, он пешком под стол ходил, этот человек, который сейчас это все решает. Мы запомнили, запомнили. Понимаете, в чем дело? Это же не серьезно. Какой мы в стране живем? Если мы в стране живем, значит, должны выполнять все, как положено. Закон... Вы выполняете? Мы выполняем. А они не выполняют? Они не выполняют. Понимаете? Что это здесь у нас? Хочу дам, хочу заберу. Для чего это нужно? Я что, пацан 15-летний родил? Я здесь живу, у меня тут семья родила, у меня больше ничего нет. Все. Что я тут должен делать? Идти бомжевать? Ну, пойдем, соберемся, пойдем по мусоркам лазить. Хотите жить, отсуняйте кое-куда, будете жить. Не отсуняйте, будет вот такой же результат. Я вам честно говорю, это мое мнение, конечно, а может быть и все. Уверен, это мнение всех здравомыслящих людей, которые пребывают в шоке. В шоке, потому что испробовали все законные способы борьбы с беспределом. Но беспредел на то и беспредел, что законными способами с ним бороться пустая трата времени. А уж когда беспредел с таким упорством чиниться, да еще и над пенсионерами, с инвалидами, намек понятен. Спасибо. Когда имеешь свидетельство о праве собственности, хочется, конечно, чтобы оно не было смыто в море или в океан потоком каких-то идиотских судебных решений. Но, к сожалению, все чаще в России происходит ровно наоборот. Свидетельство о праве собственности ничего не значит, вас просто могут снести, отнять все, чем вы обладаете, чем вы дорожите. Необходимо, конечно, придать эту историю огласке максимально и подробные истории тоже. Рассказывайте об этом, показывайте, что это систематическое проявление беспредела. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Удачи!